Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня есть вопрос про отношения. Малой человек пишет нам, дело в том, что примерно три года назад я очень нехорошо расстался со своей девушкой. Я был явно не готов, я наплевательски относился к своей жизни, ни к чему не стремился, на то были свои причины, но это не отменяет моей вины. И моей девушке это очень не нравилось, и мы на этой почве крепко поссорились и разбежались. Теперь я заканчиваю вуз, и за это время я стал целеустремленным, ответственным, занялся собой, я действительно сильно изменился, теперь я объективно хорош. Эта фраза мне больше всего нравится. Со своей бывшей я это время особо не общался, так как только недавно пришел к выводу, что теперь я ее требованиям соответствую. Но не тут-то было. Отношения она возобновлять не желает ни в какую, и я могу это понять. Я планирую продолжать развиваться и устраивать свою жизнь в надежде, что это поможет мне вернуть ее расположение. А что если нет? За годы моя уверенность в том, что она именно тот человек, что мне нужен, только выросла. И она, кстати, тестировщик, но это между нами. Я просто не могу ее забыть. И ни время, ни другие знакомства ситуацию не исправили. Я даже сам не знаю, что на это можно ответить. Вот такой вопрос. Ну, хорошо, будем пытаться хоть как-то поговорить на эту тему. Молодой человек, наверное, уж очень молодой, если он думает, что вот он так изменился, а девушка все это время, которое они не встречались, продолжает быть той же самой. Дело в том, что была когда-то такая загадка. Можно ли два раза войти в одну и ту же реку? И, несмотря на то, что очевидный ответ как бы нас спрашивается, можно, на самом деле в одну и ту же реку. Понимая это буквально, войти нельзя дважды. Потому что все течет, все меняется, река тоже течет, и это уже будет не та река. Хотя внешне вроде выглядит все точно так же, а река на самом деле уже не та. И, может быть, там и загрязненность какая-то другая, и течение реки куда-то снесло, или что-то произошло. Поэтому, когда молодой человек говорит, что я стал соответствовать полностью девушкиным ожиданиям, ну, у нее ожидания же тоже изменились со временем. И теперь совершенно непонятно, будете ли вы соответствовать ее новым возросшим ожиданиям. Вот такая получается история. Кроме того, девушек нет вокруг хороших. Учитывая вашу высокую самооценку, что вы объективно хороши, я не думаю, что для вас это должно быть каким-то препятствием найти другую девушку. Мы все по жизни учимся чему-то. Жизнь, она такая штука, мы все делаем ошибки, мы все учимся, стараемся на них учиться, по крайней мере. Вы что-то вынесли из этих отношений, и эти отношения заставили вас двигаться вперед. И, наверное, девушка что-то для себя поняла. Кроме того, вы, наверное, поняли, как с девушками обращаться не стоит, и где-то нужно щадить чужие чувства, где-то что-то. Сам факт того, что вы не пишете, что именно произошло, вы нехорошо расстались, что это нехорошо. Вы ее обидели и чувствуете себя виноватым. Дело в том, что вот это состояние, что вы все время думаете о ней, и она вас не отпускает. Вы-то думаете, что отношения завершились, вы расстались и столько лет не виделись. А на самом деле что-то где-то гложет там, внутри-то. И это что-то уже такого нематериального свойства. Это какие-то эмоции, это какие-то незавершенные обиды, это какие-то разговоры. И пока вы эту проблему не разрешите, не завершите ситуацию положительно. Так она и будет вас мучить и терзать, и вы не сможете заводить отношения с другими девушками именно потому, что эти отношения, вы их не завершили. Поэтому, конечно, правильно было. Уже поостыли эмоции, уже вы разошлись, и это как бы факт. И не напрягаясь, и не думая, что эти отношения прежние, вот такие, как вы бы хотели, которые были тогда давным-давно, можно вернуть. Нет, уже без этих иллюзий вы могли бы просто попытаться с девушкой поговорить, и как бы завершить свои отношения, чтобы она вас эмоционально отпустила. Это важно и для вас, и для самой девушки. И я не думаю, что тут будут какие-то напряженности, если вы пригласите ее на ужин не с тем, чтобы возобновлять отношения, которые она возобновляет совершенно не намеренно. А просто, например, разойтись, сказать, да, вот так вот случилось, у нас были с тобой отношения, мы по жизни разошлись, и, в общем, давай расстанемся с миром, останемся просто друзьями. Раз в год поздравить с днем рождения, с 8 марта, и на этом все. И я думаю, что если вы вдвоем согласитесь на такой вот акт прощения, то это будет хорошо. Если же девушка откажется, что такое тоже может быть, то тогда такой акт желательно произнести где-то в душе, и он должен быть эмоционально настроен. Дело в том, что, опять же, мы не знаем, что произошло, но, возможно, вы ее обидели. И вы понимаете, что обидели, чувствуете себя виноватым, но по тону вашего письма, то есть на словах вы рассуждаете о том, что да, я где-то там был виноват в чем-то, но нету сожаления никакого, нету раскаяния никакого. И вот именно это вот состояние отсутствия раскаяния, оно вас держит эмоционально в связи с этой девушкой. Как ни странно, как ни странно это звучит. Поэтому если девушка откажется с вами встречаться для того, чтобы расстаться по-хорошему, вы можете такую же процедуру проделать мысленно. Но, опять же, не на словах. Слова тут не помогут. Вот если, так как вы говорите, вот я ее обидел, да, я сожалею, не работает так. Должны включиться эмоции. А для того, чтобы они включились, нужно немножечко поработать над собой, вести себя в состоянии вот такой вот эмоциональной, как бы, приятных эмоциональных воспоминаний отношений с этой девушкой. И попросить у нее прощения, сказать, да, я вот виноват перед тобой, я там то-то, то-то, то-то сказал, не сделал. Вы лучше знаете меня. Что нужно сказать и попросить у нее прощения от души на эмоциональном уровне. И мне кажется тогда, даже если она с вами не встречается на уровне энергии, она может это почувствовать и отпустить вас. И вам станет легче сразу. Вы сразу увидите, что вокруг много девушек ни чуть не хуже, чем та, с которой вы расстались. Более того, учитывая, что вы сейчас стали совершенно идеальным человеком и соответствуете вообще требованиям всех девушек, то у вас не должно быть проблемы встретить девушку, которая вам будет соответствовать. Вот такие у меня мысли по этому поводу. Значит, я думаю, что, как из всяких проблем, мы все выходим обогащенными. Мы смело смотрим вперед и испытываем, проживаем нашу жизнь, да, чему-то учимся, становимся мудрее. В этом смысле любой опыт, он как бы идет в копилку. Поэтому я думаю, что у вас будет все хорошо. И вы абсолютно точно уже теперь новый, окрыленный, целеустремленный, ответственный. Встретите новую девушку, которая будет соответствовать вашим требованиям. И все у вас будет хорошо. А с этой девушкой просто нужно завершить отношения очень красиво и хорошо. Можно ее как-то романтично позвать в ресторан, можно послать букет роз с прощением, искренним опять же, да. То есть есть масса способов, как завершить эти отношения. И девушка будет понимать, что вы не претендуете на нее, не будет так сильно сопротивляться, если просто вы пошлете ей букет цветов с извинениями, с письмом там, что вот что-то было в нашей жизни такое, но не сложилось, вот я каюсь, прошу прощения. Будет некоторое очищение, будет немножко легче жить на свете, и будет шанс, и хороший шанс двигаться дальше к новым совершениям. Ну вот так бы я ответила. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok